Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискейк. Меня зовут Ирина. Очень рада вас видеть на своей страничке. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня хочу с вами поделиться своим уходом за лицом в июне. Если вам интересно узнать, чем я пользуюсь в июне месяце, тогда, конечно же, оставайтесь со мной и поехали смотреть, что я для вас приготовила. Хочу сразу же пояснить, какой тип кожи у меня. У меня кожа очень чувствительная, она склонна к высыпаниям, и у меня есть две существенные проблемы. Это постоянность воспаления. Если какой-то компонент мне не идет, у меня тут же идет аллергическая реакция. Мои поры, они достаточно скупы на то, чтобы выдавать всю гадость, которую они копят в течение дня, и поэтому у меня образуются подкожники, и также у меня бывают черные точки. По большому счету у меня сейчас кожа обезвоженная, так как я борюсь с высыпаниями, поэтому все в совокупности, и чем я сегодня пользуюсь, я хочу с вами поделиться. То, чем я пользуюсь на сегодняшний день, оно, по крайней мере, делает уже на сегодняшний день какие-то результаты с моей кожи, мое состояние кожи, оно становится лучше. Для вас у меня приготовилась такая целая корзиночка. То, чем я пользуюсь, выходит за лицом сегодня. И я решила немножечко поменять картинку фон для того, чтобы вам было интереснее. Вы мне напишите обязательно в комментариях, нравится вам такого рода фон и количества света вам хватает. Ну что, поехали смотреть, что и как происходит мое очищение, мой уход за лицом. На самом деле, очищение лица это одна из главных ступеней в уходе за лицом. Если вы хорошо очистили свою кожу, то и дальнейшие ступени ухода, они будут более продуктивными. Давайте, наверное, начнем с вечернего ухода и перейдем потом к утреннему. Вечерний уход у меня начинается всегда так. Первое, что я делаю, я очищаю свое лицо от загрязнения мицеллярной водой от АВН. В данный момент у меня находится АВН Клинанс. Она у нас предназначена для жирной проблемной кожи. У меня кожа не жирная, но у меня проблемная. Поэтому, собственно говоря, мой выбор пал на эту мицеллярную воду. Независимо от того, делала я макияж, либо я не делала макияж, ступени ухода мицеллярной водой у меня всегда есть. Но могу сказать, я грешна тем, что это я делаю нерегулярно, потому что мицеллярная вода, она все-таки немножечко, ну не немножечко подсушивает кожу. Если у вас чувствительная кожа, так же, как у меня, склонна к высыпаниям, к забитым порам, и она у вас обезвоженная, сухая, будьте аккуратны с мицеллярными водами. Они действительно хорошо очищают кожу, но не подсушивают. Сейчас я хочу попробовать какое-то гидрофильное масло для того, чтобы попробовать в какой-то период времени отказаться от мицеллярных вод и попробовать гидрофильное. Если вы мне можете посоветовать какое-то хорошее гидрофильное масло, независимо от ценового сегмента и бренда, пожалуйста, дайте знать, чтобы я, если оно будет сильно дорогое, я к нему подготовлюсь к его покупке. И если оно досягаемо в цене, то я его приобрету. Так что вот так, первая ступень вечернего ухода за лицом в очищение, это, конечно же, мицеллярка от Avene. Следующее, это всегда, безусловно, у меня идет очищающий гель. И я, как-то, знаете, ни разу даже не пользовалась пенками. У меня, точнее, были корейские пенки, вот именно вот эти, вот недорогие, от, по-моему, от Tony Molle. У меня были холика, холика, но не суть. И они мне пересушивают кожу. Может быть, я что-то делаю не так, либо еще какие-то моменты я не поняла в корейском уходе. Но аптечный уход, а именно гели аптечного бренда, мне подходит больше. Сейчас у меня есть то, чем я уже допользовалась практически. Это гель для умывания, гель-мус для умывания от бренда BioDermas из серии Sebium. Могу сказать, это очень хороший гель, который мягко очищает вашу кожу, подготавливает к дальнейшему уходу. Если вы молодой человек, у которого есть склонность к высыпаниям, и если после бритья у вас образуются фолликулиты, это вросшие волосы, я вам настоятельно рекомендую попробовать пользоваться данным гелем. У моего супруга тоже такая же проблема, у него есть проблема вросших волосинках на бороде, после того, когда он бреется. И я ему сейчас настоятельно рекомендую пользоваться этим, и он говорит, да, действительно, чуть меньше их становится. Я не знаю, в связи с чем это связано, но он мне очень нравится. Могу сказать то, что BioDerma, именно вот этот гель-мус для умывания, мне очень понравился. И он здорово то, что он подходит как для подростковой кожи, так и для взрослой кожи. То есть, как бы девочкам постарше, и если у вас есть проблема с кожей, именно какие-то высыпания, раздражения. После косметических чисто, кстати, очень хорошо подходит, так как у меня кожа с воспалениями, не каждая умывалка, да, не каждый гель, он подходит, потому что бывает состояние стянутости. После вот этого геля я этого не вижу, мне он очень нравится, поэтому смело вам могу рекомендовать. И сейчас он у меня заканчивается, так что надо следующий доставать. После очищения я всегда вечером стараюсь делать какие-то масочки. И масочки я в основном делаю, стараюсь делать какие-то противовоспалительные. Вот на данный момент, так как у меня сейчас идут воспаления на коже, я стараюсь делать какие-то противовоспалительные маски. Из противовоспалительных масок у меня есть от Chocolaté. Я на неё делала подробный обзор в своём Инстаграм. Если вы не подписаны на мой инстаграм, миски 9970, настоятельно рекомендую подписаться, я там регулярно с вами делюсь какими-то своими отзывами на продукцию. От Чоколате, вот эта вот их масочка грин для проблемной кожи, у нее слишком весомые заявления были для очищения кожи, для борьбы именно с воспалениями, я этого не заметила. Если честно, мне показалось, это какая-то бесполезная маска для лица, которая оставляет пленку, особенно для проблемной кожи с воспалениями, какие-то дополнительные пленки, они совершенно не камильфо, потому что они дополнительно забивают поры. И вот эта вот масочка у меня сейчас есть, я ее допользую и выброшу, но так как я ей пользуюсь в июне, я вам решила ее показать. Но она мне не понравилась, если честно, я ее сейчас добиваю, у меня еще на пару раз осталось и все, но после того, когда я ее наношу, она неплохо подчищает. Она, знаете, немножечко очищает поры и после нее надо обязательно опять повторно проходиться каким-то очищающим гелем, потому что, еще раз повторюсь, оставляет дикую пленку, которая мне очень-очень не нравится запах, у нее, по-моему, да, он пахнет очень сильно чайным деревом и, возможно, кому-то она подходит, мне она не подошла. Следующая маска, которую я тоже люблю наносить по вечерам, и если я ее не делаю вечером, то я делаю утром, и это моя новиночка, у которой я тоже буквально недавно с ней познакомилась, вообще всецело с этим брендом. Я сейчас вам говорю о маске от бренда Леврана, маска противовоспалительная, она идет с ферментом ржи. Могу сказать так, ребят, для меня эта маска, она такая весьма очень загадочная маска, сейчас объясню почему. Она очень удобна в применении, она кремообразная, она легко распределяется, она ничем резким не пахнет, у нее хороший состав, всего три месяца срок годности после ее вскрытия. На самом деле, это первая маска, которая настолько быстро, у нее заканчивается срок годности, по-моему, вот из таких вот в тюбиках. У нее, ее нужно наносить на 10-15 минут, и после нее обязательно надо кожу увлажнять. Могу сказать, вот эта вот маска, которую я сейчас пользуюсь, она немножечко, немножечко успокаивает воспаленную кожу. Вот если у вас, к примеру, кожа, где есть явные гнойные воспаления, вот знаете, явные гнойные воспаления, покраснения, она будет слабовата. Вот правда, у меня просто был такой период, у меня был такой момент, когда у меня прям вот лезло оттуда, я сейчас вам объясню, что провоцировало, что я делала такого, чтобы вся грязь выходила из спор. Ну так вот, возвращаясь к данной маске, мне понравилось то, что, во-первых, она не оставляет жирные пленки, после нее можно просто умыться водой. Если перестраховаться, конечно, можно умыться гелем для умывания, но я иногда умываюсь, иногда нет, могу так сказать, потому что после нее небольшие воспаления, они утихают. Вот они подтихают, краснота явная, краснота она уходит. Я не могу сказать, что эта маска прям вау, бегите, бегите, берите, если у вас вот именно гнойные воспаления, красные воспаления, вот эти, знаете, гормональные воспаления, когда идут, когда вот, ну, серьезные красные воспаления, то есть как бы она будет слабовата, серьезно. Если ее добавить в комплекс, она будет очень даже неплохо. Мне она сейчас, я ей ставлю четверку, вот вау эффект она на моей коже не сделала, но она воспаление немножечко все-таки убирает, и если ей делать регулярно, то потихонечку-потихонечку эффект виден. Я могу сказать то, что это та маска, которую я, наверное, еще раз повторюсь, я ее куплю. В принципе, она неплохая, но не вау эффект, так что ей я тоже пользуюсь сейчас в уходе за лицом по вечерам. Если я ее вечером не делаю, то я ее наношу на утро. И, конечно же, после всевозможных масок, всевозможного очищения, наша кожа готова к тому, чтобы ее увлажнять. И да, девочки, конечно же, к сожалению, об этом, об этой ступени, именно настоятельно рекомендую вам эту ступень не пропускать. Это ступень увлажнения кожи, даже не питания летом, а именно увлажнения, потому что очень много сухого воздуха, очень много пыли, очень много нужно очищать, работа сепиума, но кожу нужно увлажнять для того, чтобы она не превратилась в урюк, для того, чтобы она нормально вырабатывала нашу собственную гиалуроновую кислоту, наш собственный коллаген, чтобы все в совокупности, и мы были долго молоды и красивы. Увлажнение – это, знаете, тот момент, когда, к сожалению, в свои 18 лет я на это очень акцент не делала, и мне казалось, зачем это нужно, мне хватит моих матирующих кремов. Нет, 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 надо увлажнять, даже жирную кожу нужно увлажнять. Сейчас у меня из увлажнения есть, начну с того, что не так давно я не знала, что такое сыворотки. Выходят сыворотки, серумы, и я как-то все время проходила мимо этих продуктов, всегда казалось, что мне они не нужны, но оказалось нет, и когда я стала с ними знакомиться, я поняла, что эта крутая вещь выходит за лицом, и она очень классно помогает нашей коже на самом деле работать. И я сейчас с вами, у вас познакомлюсь тем, чем я пользуюсь именно в июне месяце. Сыворотка, которая уже ровно год, это марка Orchia, это компания, представленная, я знаю, в магазине Revgosh, я ее именно там и покупала. Это небюджетный серум, он достаточно дорогой, но это лично по мне. Могу сказать, что данные сыворотки, они заявлены, что их можно уже наносить девочкам с 23 лет, и они работают именно по направлению того, что нужно вашей коже. Это какой-то нереальный продукт, когда я читала, поэтому захотела ей воспользоваться. Когда я ее просто наношу и сверху наношу крем, она очень слабо работает, прям вот очень-очень слабо, и для вот этой сыворотки у меня всегда должна быть альгинатная маска. Я наношу эту сыворотку, и я наношу вот эту альгинатную маску, ну, у меня сейчас, к примеру, вот эта альгинатная маска от Тиана, а так вообще, в принципе, любая альгинатная маска. Вот только в таком дуэте они действительно очень хорошо работают. Вот я не знаю, в связи с чем это связано, если я ее просто наношу и наношу сверху крем, результат будет, ну, процентов 10-15. Я не вижу эффекта, а именно в таком дуэте эффект не заметен, и, конечно же, потом я наношу после всего этого крем. Также у меня есть еще одна сыворотка, которая совершенно недавно попала ко мне в руки, я тоже сейчас ее пытаюсь активно пользоваться и понять, и чтобы полностью высказать вам свое мнение. Сейчас, к сожалению, я еще ее не поняла. Я поняла только то, что она неплохо увлажняет кожу, и все, что я пока заметила от нее, это маска с ферментами, с бифидоферментами от бренда Елизавета. Концепция данной сыворотки мне очень понравилась, вот эта вот пипеточка, темное стекло, и все вот круто, реально. Мне вот это очень умиляет, но сейчас я вижу от нее только увлажнение, но плюс этой сыворотки в том, что ее можно наносить просто под крем, и не надо никакие вот эти вот альгинатные маски для того, чтобы она начала действовать. Еще раз повторюсь, у меня сейчас на вечер и на утро, ну, вот это вот, допустим, только вечерний уход, а вот это можно использовать также утром, и мне очень это нравится, неплохая сыворотка. И сверху я, конечно же, это все должна закрепить увлажняющим кремом, и для меня было просто, знаете, открытие весны, открытие июня, я даже могу так сказать, 2018 года, это крем от бренда Елизавета, их Aqua Hydrolling Acid Dry Cream, Water Drop Cream. Девочки, я уже делала пост о нем, мальчики, если меня вдруг смотрят, я делала о нем уже пост в своем инстаграм, это крем, который меня дико удивил, это единственный крем, который я вижу, как он у меня на лице превращается в воду. Он очень круто увлажняет кожу, он не забивает поры, он не оставляет пленки, и кожа с ним действительно увлажненная, и вы на утро, когда его наносите вечером, и на утро встаете, вы не отекшие, вы не опухшие, он реально просто увлажняет вашу кожу. Вот для мною проблемной кожи, где есть высыпание, где не нужна никакая пленка, вот этот вот просто крутой крем, которым я сейчас пользуюсь, мне очень нравится его аромат, он пахнет, мне кажется, чем-то таким, знаете, вот приятным кремом из детства, но он выглядит в тюбике, как матирующий крем, вот он такой, знаете, какой-то полусуховатый смотрится, я не знаю, как это объяснить, но на лице он превращается в воду. У него хороший состав, мне очень понравился его состав, да, тут есть химические элементы, но тут также присутствуют натуральные экстракты, этот крем меня правда очень удивил, я на него не возлагала таких надежд, я думала, ну какой-то очередной корейский увлажняющий крем, но посмотрим, как он будет работать, реально круто работает на вечер, мне понравилось, главное, что он не оставляет пленки, не забивает поры, и действительно увлажняет кожу. И, конечно же, вечером я девочка уже не 16 лет, и вообще, в принципе, лет с 14-15 я начинала увлажнять свою зону под глазами, и у меня и форма глаза такая, что как бы и сухость вокруг глаз, она провоцирует то, что кажутся какие-то первые возрастные изменения, но я направляю свой уход на то, чтобы кожа была под зоной под глазами всегда увлажненно, и так как меня наделили именно таким разрезом глаз, и форма глаз, что спровоцировала появление у меня вот заломов, которые от моей мимики появляются, и кажется, что это возрастные изменения, и поэтому без крема, хорошего крема для зоны под глазами, я никак не могу. Сейчас я пользуюсь кремом от бренда Estee Lauder, и это моя любовь на сегодня, потому что он какой-то масляный, он какой-то увлажняющий, он какой-то питательный, и вот его можно использовать раз в три дня, вот для моей кожи 25+, раз в три дня нанести этот крем, и прям очень круто, прям очень-очень круто, его хватает, и главное то, что нет вот этого, знаете, вот какой-то пленки на коже, когда вот, девочки, вы знаете, когда наносим вот этот питательный крем, особенно который заявлен такой, прямо серьезный ночной, иногда утром встаешь, у тебя вот эти вот пандовские мешки под глазами, от того, что он такой тяжелый, питательный, и ты понимаешь то, что ты умываешься, и ты практически его соскребаешь зоной под глазами, и у тебя кожа не дышит, и парниковый эффект, этого с кремом, вот этого эффекта с этим кремом этого нет, если у вас позволяет бюджет, смело могу рекомендовать вам крем от бренда Estee Lauder, и плавно с вами переходим на уход именно утренний, и кстати, да, забыла сказать, когда я не пользуюсь, к примеру, вот этим вот кремом от бренда Elisavie, то и когда я вижу то, что моей коже прям надо как-то помочь, и я начала, кстати, во все активное, сейчас вы видите по упаковке пробовать, и распробовала крем от бренда Boroderm, гель от Угрей, ребят, девчонки, мальчишки, у кого есть проблема забитых пор, у кого есть проблема подкожников, я вам просто настоятельно рекомендую обратить свое внимание именно на вот этот крем от бренда Boroderm, он невероятно творит то, что он всю грязь, вот знаете, вот эта вот проблема, вот сейчас часть аудитории, у которых есть подкожники, вот эти вот подкожники, у которых есть вот эта вот толстая кожа сверху, и там вот это вот воспаление, вот эти вот шишечки, и когда вы понимаете то, что нужно вам пойти к косметологу, и косметологи это все пробивают, это все вытаскивают, ну девочки, кто это все делает, вы меня сейчас прекрасно понимаете, так вот, вот этот вот крем, он буквально за дня три, он вытаскивает из-под кожи, он эту всю грязь вытаскивает, конечно, это все выходит не очень красиво, это вся грязь, но это стоит того, просто все подчищается, убирается, натягивает всю эту грязь, а с помощью противовоспалительных масок я просто добиваюсь того, чтобы дальнейшего воспаления на этом месте не продолжалось. К сожалению, у меня тут его уже совсем немножечко осталось, я его использую на ночь, мне он очень нравится, именно когда я вижу то, что у меня вон там, и что-то еще нужно почистить. Иногда я просто чередую один день наношу вот этот кремушек, один день, один день наношу вот этот кремушек, и мне хватает. И, кстати, вот этот крем, он не жирный, он не забивает поры, нет никакой пленки, он полностью впитывается, он такой кремогелевый, мне он очень нравится, я даже вам уже рассказала о нем в своих фаворитах. Ну что, плавно мы перешли уже, на этом мой, точнее, вечерний уход заканчивается, сейчас быстренько вам расскажу о своем утреннем уходе, то, что я делаю именно в июне-летом, и с чего начинается мое утро, оно у меня всегда начинается с очищения. У меня утром самый простой, самый быстрый, наверное, уход за лицом, я просто беру этот гель Мосс от Биодерма, умываю свое лицо, после этого, к сожалению, у меня сейчас нет тоника, после всего этого, как вы знаете, я люблю делать маски по утрам, тот, кто смотрит мои сторис в инстаграм, вы знаете, что я дико люблю делать маски по утрам, и сейчас у меня такая есть масочка тоже от Чоколаде, которую я вовсю сейчас пробую, и у меня тоже есть уже отзыв, мне нравится, как она работает в плане того, как она освежает, она очень пахнет зубной пастой ментоловой, за счет этого она охлаждает кожу, и знаете, вот это вот ощущение того, что немножечко уходит отечность какая-то, освежается цвет лица, для девочек с жирной кожей это просто, вы должны это попробовать, так сибарирует кожу, так она убирает это кожаное сало, после нее, конечно же, я опять же прохожусь очищающим гель мусом, потому что здесь присутствует воск, который нужно смывать с лица, и поэтому я не могу без этого, не могу эти маски не смывать, что могу сказать, она сужает поры, это действительно так, немножечко осветляет черные точки, мне нравится, как она освежает, и в дуэте, когда я наношу эту, я могу наносить какую-то еще противовоспалительную маску, если, к примеру, противовоспалительную маску я не делала вечером, смело рекомендую попробовать девочкам жирной кожи вот эту вот масочку, после этой маски мне нужно обязательно увлажнение, и мое увлажнение утром, это безусловно уже, как я вам говорила, это идет вот эта сыворотка от Элизавеки с бифидоферментами, ну и поверх я наношу, конечно же, вот этот увлажняющий крем, он дико экономичный и очень-очень классный, и после всего этого, если я иду на солнышко, так как у нас сейчас активное солнце, и я беспокоюсь о том, чтобы не было какой-то лишней пигментации, несмотря на то, что у меня есть веснушки от природы, я не хочу, чтобы какие-то лишние пятнышки на моем лице появились, конечно же, я рекомендую и сама этим пользуюсь, эмульсией, это эмульсия, флюид эмульсия от Турьяш СПФ-30, дико мне нравится, уже, наверное, года три, как я, года три назад я его для себя открыла, так я ему пользуюсь, он очень экономичный, срок годности 9 месяцев, и могу сказать, я его никак, вот сколько бы я его не покупала, ни разу его до конца не использовала, потому что, ну, он какой-то очень экономичный, я его использую как на лицо, так и на зону декольте, но перед тем, как я его наношу, я обязательно увлажняю свою кожу вот этим вот кремушком, потому что, ну, все равно нужен какое-то средство с СПФ, они немножко сбивают поры, главное, что вот с этой эмульсией, с этим флюидом, главное не переборщить, чтобы не быть жирным блином, мне он сильно нравится, смело вам рекомендую его попробовать. Ну и завершающим этапом в уходе за моим лицом летом, и вообще в июне сейчас, это мои любимые патчи от бренда Пуредерм, коллагеновые патчи, которые я держу в холодильнике, и практически через день я их использую на зону под глазами, могу сказать, они дико классно освежают, увлажняют кожу, если вы еще не попробовали, это очень бюджетные, на самом деле, патчи под глаза, смело вам рекомендую их попробовать, мне они очень нравятся, так что вот так, вот такой у меня уход за лицом был сейчас в июне, если вам понравилось данного рода видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте подписаться на мой инстаграм, поделитесь своим уходом, что вы мне можете посоветовать из ухода попробовать, может быть, какую-то марку, либо сыворотку, я буду вам дико признательна, не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, с вами была ваша Ирина, увидимся в скором будущем новом видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok